Девушки отдыхают Интересно, чем ответит Милитех? Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре Б-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите. Девушки отдыхают 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 Мы будем дальше держать вас в курсе развития ситуации Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. Ви, тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Громши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Уже глаз и глаза. Точнее, не только вам. И вы надеетесь, что те, кто полно вам мешает... Привет. Хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много гидропсихов. Ты, наверное, в курсе. Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башне. Если я узнаю, что у кого-то в пристале, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Монстан. Только не забудь, тебе не нужно у кого-то. Попробуй бастовой убить, тихо, я пойду. Потом договори. Я под обстрелом! О чем мы говорили? Надеюсь, все понятно? Ну что, парни, опять у нас трудный кадр. Ничего, а посетишь быстро, манерам научатся. Йоу, мисс Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Ха-ха. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше – быть никем и спокойно дожить до старости, или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мисс Ви. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Корпораты – те же мусорщики. О, ты настроена серьезно. Чувствую, это станет началом прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. А что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Прожила с техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам. А через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный. Я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшествия. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мэридит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сама. Встречу с Эвелин Паркер И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? М-м-м-м. До скорого. Джек, я поговорила с Дексом. Гордитый большой человек во всех смыслах, скажи. Он типа хочет убедиться, что мы профи. Видимо, за профи сойдет тот, кто разгребет говно за Мальстремом и Мелитехом. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстремовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил. Потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. С Ройс устроил блику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. И еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха. Но не знаю, как она нам поможет. Чемпион. Еще вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин, барин. Итак, с кого хочешь начать. С Мальстремовцев или с Паркер? Я бы сначала встретилась с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Ореле. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почем. Аста луэго. Полиция! Не провоцируйте ее! Вааааа! Ухууууу! Аххахуууу! Аххахауу! Ахахауууууу! Ахах! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Откуда ты узнала? Может, мне нравится все знать о тех, с кем я работаю. А может, просто угадала. Почему мы встречаемся здесь? Есть особые причины? Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Маттео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая девочка может помочь такому хранению? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я жду тебя. Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. На этот раз дело будет посерьезнее, чем грабить терминалы в подворотнях. Намного серьезнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе? Ты и Декс. Давай к делу. Это все очень мило, но я сюда все-таки за инфой пришла. Да. Ты пришла узнать о том, что изменит твою жизнь. Ты меня прямо заинтриговала. Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где я там? Была там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сама увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки. И главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ну ладно, если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Буарасака сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Бу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию. По брейнданцу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартиры Юринобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому будь хорошей девочкой. И держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. Кажется, что все в порядке. И теперь... Ты что делаешь? О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь? Как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да. Откалибруем под нее. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви. Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, порасполагайся. Приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Не, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Смотри прямо на меня. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты опулистал. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-данса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут... А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты освоилась. А потом пущу в режим изменения. Погружение через... Три, два, один. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Деньги! Быстро! Еще секунду, и я тебя положу! Тише, тише! Я... Давай! Сейчас голову тебе нахуй отстрелю! Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовала боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, приближай, удаляй. Что хочешь. Теперь это твоя песочница. В режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу, когда надо. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай. Попробуй вернуться к самому началу. Ага, круто. Теперь промотай вперед. План простой. Нечего заставить шуливать бабло, отваливаешься. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле посмотреть с самого начала. Попробуй. 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 Теперь самое интересное. И, собственно, то, зачем ты пришла. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. И не забудь. Все по полной программе. Не надо читать отзывы, не отзывы. И давай, вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все. Каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имеет. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот. Хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай, вперед. Да, еб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой! Как ощущения? Просто охренеть, правда? Прямо как будто рядом стоишь. Вот, этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Глянь, в кладовке я на кассе постою. На хую своем постой! Всем лежать! На землю! Целуем пол живо! Деньги! Быстро! Еще секунду, и я тебя положу! Это именно у тебя в границе действительности. Все равно на записи. Редактор тело за него не перестал. В шоколу тебе нахуй стрелю! Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данным, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Продолжение следует... Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненной девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Видишь, что там мигает над входом? Видишь, что там мигает над входом? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу Тибак, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Тибак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ты типа разрешила? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звоните Бак и погружаемся. Привет, Ви. Что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринову держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для химли. Я угадал. Эвелин. Ей... Ладно, гой. Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Судя по виду, ты просто мясо для химли. Я угадал. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы. Система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начерикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Продолжение следует... Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончил. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Через минуту. Это мы посмотрим. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сокура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя пренебрегать. Вот. Слышала. Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Отец. Прости, пожалуйста. Работа такая штука. Ничего. Я даже еще не совсем потеряла терпение. Все в порядке? Ты какой-то напряженный. Ничего. Скоро пройдет. Ага. Я этим займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание на меня. Все внимание на меня. У нас остались конфеты? В прошлый раз с ними было хорошо. В тумбочке. В тумбочке. В спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Я не знаю. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится Заряжен на предохранителе Хорошо, что заметила Не забудь об этой пушке во время налета Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией Он требует очень низкой температуры То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да, иначе повредишь Переключись в редакторе на тепловой слой Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип Спасибо за просмотр! Вدي в токсором Продолжение следует... 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Судя по виду, ты просто мясо для гибли. Я угадал. Я сказал, нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Располагайся пока. Я закончу через минуту. Программ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА